добрый вечер дорогие мои действительно добрый сейчас я установлю камеру тюри уже здесь и готов с вами поговорить попросили чтобы он с вами подольше дать ему высказаться я так понимаю что само присутствие его здесь это и есть его разговор с нами дайте я все хорошенечко установлю этот разговор можно считать как разговор при природы вот потому что тюри здесь представляет природный мир животный мир у него есть душа у нас по нашему учению по нашей догматике что у животных есть душа но к сожалению по нашей же догматике их души не попадает в царство небесное они уходят в землю вместе с их кровью конечно многие начнут спорить нет животные раньше же жили в раю но как вот в предыдущем как говорится жизни человечества в рай их животные же были бог их привел адам с евой наверное дали им имена и все остальное на почему эти животные не попадают в рай мне бы лично хотелось чтобы все мои коты и в жизни было немало попали в рай от самого первого пушка помню вот не знаем него три или четыре было когда завели кота а потом его какие-то бандиты в скверике у дома у нашего убили я рыдала дня три наверно прям как сейчас помню как какая для меня это было беда но потом жизнь у нас были разные коты черныш я уж не знаю второе на или нет но был код который у нас 16 лет прожил ой такой удивительный нет не 16 а да наверно лет 14 точно вот и когда мы из одного места переехали в другое примерно километра полтора от площади там на поселок гагарина в родниках черныш пропал хотя мы его привезли а потом через три месяца нашелся и казалось что он вернулся на старое место жизни нашей а потом все таки опять пришел сюда к нам и остался у нас здесь пистяках было несколько котов один из самых замечательных тоже долго с нами прожил это кот барсик матушка ольга из дунилова я там служил и она однажды приносит той забери котенка он самый хиленький он такой плохонький вот кошка мошка на матч к нам так мы там грубо говоря гор голодаем не у вас в монастыре в общем забрал кошку-мошку вырос кот барсик сиамский кот дети его до сих пор гуляют там на побережье и такой он классный был код во первых конечно он имел достоинство это оказался породистый настоящий такой кот большой красивый и был в доме хозяин была собачонка у нас тоже прибыл так при прибилась к нам была большая собака рада эль дельтерьер который к сожалению хулиганила кур давила а кто-то нам жаловался что и кошек не жалуют но больше всего она не любила алкоголиков пьяниц она сразу взяла территорию храма и нашего дома в свою охрану и все пьяницы пройти не могли но барсик несмотря на то что она там в 10 раз его больше большой такой эль дельтерьер сразу поставил ее на место показал кто хозяин никаких шансов у нее с ним не было и все она она рада значит его слушал и подчинялась самый интересный случай который я всегда вспоминаю рассказываю это у нас такой был на входе такой предбанник так что ли вот стекляненькой такая значит вход где я встречал обычно некоторых людей поговорить нужно было не заходя в дом и там была дверка такая с пружинкой и в этот предбанник ворвалась чужая собака а наша собачонка в два раза меньше этой собаки она на нее бросилась но то ей ответила да видать больно ответил наша завизжала я вскочил с диваном побежал смотреть что там за возня происходит и за мной побежал кот барсик он вперед меня оказался на месте событий и не успел я ничего сделать ну как броситься на чужую собаку то еще больше визжать альму она отпустила забилась в угол значит он ее я дверь открыл начал ее шугать общую собака вылетела барсик на ней с нее соскочил и довольный альма души в нем не чаяла то есть вот она даже пыталась гулять там где он гуляет ну в общем то такое тоже интересно вот здесь мы поселились мы жили сначала тому храма и там у меня сгорел сожгли дом нам пришлось переехать сюда мы поселили здесь барсик взяли с собой и он пропадает и оказалось тоже вот уходит обратно туда и все через дорогу через всю улицу ну тут конечно не очень далеко тут километра вот храм вы видите на картинка но уходил туда и там оставался так мы не смогли его приучить а он уйдет несколько дней нет вот голодный и так в общем он в таком некоторому ныне потихонечку нас закончил жизнь следующий код вот здесь у нас был котофей ксении кто-то она вела там большую группу в залах турчинова в общем гимнастику вела кинезия и у нее много было народу и они себе подарки дарили потому что она очень хорошие кинезиотерапевты и вот кота подарили маленечко пожил там москве то ночью в москве коту и сюда к нам его перевезли такой был котяра так мы его любили все он тут всех держал в строгости но к сожалению уже держал и тюрьев строгость и тюрьев вот он такой нежный любвеобильный очень мы его любим и он очень хороший кот ловит мыши без вопросов но территорию свою не держит на его территории то рыжий кот заговорил я ним и он забеспокоился да ты хороший 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 зритель тебя любит вон туда к ним посмотри да хороший вот поэтому гуляет так краткой и где-то далеко ходит к своим кошечкам подальше от нашей территории но зато дома у тебя его порядок и вот такая дружба с нами и с вами вот такая у меня сегодня история про готов я не знаю понравилось или вам нет но это интересное что у нас есть такие отношения с животными и мне кажется что они как-то не случайно то есть господь как-то нам их дал в утешение в какую-то поддержку в помощь я бы мыши так не наловлю я знаю масса интересных историй про собак собака вообще может жить совершенно как человек грубо говоря с человеком ну я прям увидел вот собаку который во первых спасла женщина жизнь потому что то умирала и не могла дотянуться до телефонной трубки и вызвать себе скорую помощь и собака ей подала трубку вот это же собака с ней все время молилась вставала с ней вместе и молилась вот да я даже про нашу раду вот про этого эльдере могу рассказать что тоже собака была удивительная уникальная и попала она к нам удивительно мы с ксюшей любили ездить строить сергийской лавру а туда как помните из москвы очень ранние были значит электрички да и все время приезжать надо было до начала службы тому в храме у раки сергия чтобы с батюшкой побеседовать чтобы так вот все было хорошо пообщаться прямо здесь в храме еще благословиться и все остальное с отцом на умом вот мы ездили очень рано в тот раз мы не из иваново мы переночевали там у людмилы кирилловой около останки на это ведущие с радио россии и очень рано утром встали и на электричке должны были ехать в лавру и стоим на остановке у днх там нужно было пересечь чтобы на электричку попасть и вдруг свора собак бежит к нам на эту установку я не знаю собак 20 наверно сразу и вот они с прямо с такой агрессия маленькая девочка ксении 4 годик 5 может быть ну маленькая она была в это время значит она конечно напугалась и я напугался а что с такой сворой сразу сделать тут самому бы отбиться но если бы они напали вот я прямо прям почувствовал как они могут нас начать грызть я ничего не могу сделать то есть как какая и вдруг от этой свора отделяется одна собака вот эта рыжая и бежит вперед и встает лицом к этой своре и давай лати лаять на нашей стороне то есть защищать нас у нее включился вот этот инстинкт защиты она была видать домашняя собака и мы были спасены мы ее с людмилой конечно мы не поехали в лавру вот мы вернулись к людмиле с этой собакой решили что раз собака нас защитила надо ее как-то спасать и мы ее действительно начали разбираться оказалось очень породистый собак очень мощная девочка но заброшенные то есть у нее лишь а и все такое все проблемы у нее и вонит не сильные мы ее помыли как могли почистили какие-то прививки там людмила но все сделали чтобы повезти ее домой и привезли ее в пистяки здесь она у нас закончила так маленечко скандально укусила пьяницу очередного который шел мимо там храма и нам пришло все-таки его ее кому-то отдавать и нашла женщина которая ее забрала по моим филята в деревне после нам рассказывает что они так живут душа в душу спят в одной кровати женщина так с достатком имеет возможность ее хорошо кормить хабы же постные представляете содержать собаку людям которые не едят мясо вы не представляете как это ну хорошо прихожане носили все эти косточки у нас и поэтому животные на мой взгляд вот смотрите со мной спорит значит растение на мой взгляд святые они имеют дар духа святаго жизни и никогда не грешат но животные получается и дар духах жизнь имеет и дар души имеют а грешат ли животные грешат ли животные поэтому учение есть что они в рай не попадают но очень хочется помоги всем господь это была беседа о животных но я сейчас еще одну беседу запишу аминь